Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые телезрители, всем тем, кто только-только к нам присоединился, всем тем, кто сейчас завтракает, я вам желаю приятного аппетита, но если вдруг вы уже бежите на работу, то желаю хорошенько сегодня по работе, одевайтесь в Тифлее, на улице прекрасно, замечательная погода, а наконец-то зима пришла, как вчера говорит моя мама, ей уже давно пора уходить, а она только-только пришла. Ну, в общем, погода, все те, кто любят хорошую зиму, заснеженные дороги, хрус под ногами, я думаю, сегодня ваш день, обязательно прогуляйтесь вечерком по бульвару, по скверу, я думаю, это поднимет настроение. Ну, а сейчас мы разговариваем на очень интересную тему, сегодня тема звучит следующим образом, где кончается ребенок и начинается взрослый человек, фразы, которые нужно говорить и нельзя говорить ребенку, ну и до скольки лет и как с ним общаться. Вот такая вот интересная тема, у нас были две гости, обе, которые мамы, ну а сейчас у нас в гостях сидит тот самый человек, который, ну, я думаю, не совруется, скажу, что ведает воспитанием множества детей одновременно в локах. Сегодня у меня в гостях директор детского образовательного центра Керемет Юлия Мухоморова. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Хорошо, спасибо. Хорошо, выспались? Да. Ну, учитывая то, что хорошо выглядите, наверное, выспались. Да, хорошо выспались. Юля, а сегодня тема у нас очень такая, знаете, насущная, да, я так думаю, такая тема, которая все-таки делает будущий человек, будущий нашей страны и, в общем, всего человечества. Вы как тот человек, который профессионально занимается образованием ребенка. Согласна. То есть вы закончили педагогическим университетом? Да, я закончила Международный университет Центральной Азии, он находится в Токмаке, я закончила факультет педагогики. На самом деле всегда хотела пойти в бизнес, но решила пойти на педагогику и совершенно не пожалела, потому что на данный момент, как вы уже сказали, я директор детского центра, и моя профессия непосредственно связана с бизнесом. Ну, совместили. Совместили. Полезно, и не зря потратили годы учебы. Согласна. Хорошо, вот вы как профессионал, ну, а детей у вас пока нет, я так понимаю, как вы сказали? Пока детей нет. За эфиром. Поэтому вы к этому относитесь профессионально, ну, вот поделитесь своим опытом, да, то есть до этого у нас сидели мамы, да, такие опытные мамы, да. Ну, конечно, у нас есть братишки-сестренки, но это уже совсем другая категория. Давайте поговорим о именно профессиональной деятельности вашей. Вы как педагог, да, вы закончили педагогический университет. Как вы считаете, на каком уровне наше педагогическое образование? Вот, педагоги, которые выходят с университета, профессиональны ли они? На каком уровне образование? Очень хороший вопрос. На самом деле, все мы знаем, что когда мы выходим с университета, мы профессиональны скорее на 50%, потому что остальное, если не меньше, согласна, потому что остальное это все опыт. И зависит от того, какое у нас образование, или показатель того, какое у нас образование, именно педагогическое, мне кажется, будет показано через несколько лет, от того, как мы покажем себя, как мы, педагоги, себя покажем. Что касается нашего факультета, в моем университете, мне очень нравилось, мне предоставились возможности учебы за границей. Это устроил университет? Да, это было организовано университетом. Была стажировка? Была стажировка в Чикаго, был грандиозный опыт на самом деле, и было приятно ощущать себя лучшей студенткой именно на нашем факультете. Была поддержка со стороны наших педагогов, и вы знаете, очень много того, что дали нам педагоги, пригождается мне на данный момент в моей профессии. А вот у меня вопрос, я думаю, наверное, многие телезрители тоже будут согласны с вопросом, вот учат юристов, понятно, разбираться в законе, учат экономистов считать, а чему учат педагогов? То есть, прям учат, как разговаривать, как с ребенком, как с человеком, психология какая-то, или вот тезисно? Конечно, психологии нас обучают. Вообще, очень сложно на самом деле иногда быть с ребенком, потому что, вот, например, если говорить о кризисе трех лет, когда у ребенка начинается, когда у ребенка достигает трех лет, и у него начинается кризис, у ребенка иногда случаются истерики, например. Вот, а некоторые родители не знают, как работать с ребенком в этот момент, а нас учили в этом. Начинают шлепать по попе? Ну, начинают шлепать по попе, например, да, а нужно просто разговаривать с ребенком. Например, ребенок начинает отрицать. Вот банальный пример с утра, да, мама говорит, давай покушаем, а ребенок говорит, я не хочу. Что нужно говорить для того, чтобы ребенок согласился? То есть, например, мы можем сказать, малыш, ты будешь гречневую кашу или манную, да? То есть, мы должны поставить ребенка перед выбором. То есть, не будешь ли ты кушать, а ты конкретно, ты точно будешь кушать, выбирай, что будешь? Да, выбирай, да, потому что мы не должны ставить такой вот вопрос перед ребенком, на который он сознательно ответит «нет». То есть, он должен сказать «хорошо, мам, я буду гречневую кашу», да, или он просто покажет пальчиком, в три года он может показать пальчиком, да, он будет там гречневый. То есть, здесь будет понятно, что он по-любому будет кушать. Да, он будет кушать. То есть, вот такие вот интересные уловки, да, и это мы обучали на психологии. Вот оно. Ну, знаете, интересно. Ну что ж, я сейчас, с вашего позволения, напомню нашим телезрителям про конкурс. Ну и также у нас есть, вы сегодня у нас не с пустыми руками, что очень приятно, вы у нас сегодня с подарком. Дорогие друзья, у нас сегодня два подарка. Один от партнеров нашей передачи подгузников Бомбино, ну а второй подарок у нас вот такой вот сертификат от детского образовательного центра Керемет, подарочный сертификат на 12 занятий курса интенсивная подготовка к школе. Ну, учитывая то, что, наверное, занятие три раза в неделю, получается целый месяц, да? Да, это целый месяц. Месячный абонемент, да? Для детей 6 лет, дорогие друзья. Условия конкурса я уже называл, вам нужно позвонить, лишь ничего готовить не надо. Я вам задам ситуацию с ребенком, ваша задача, ну, интересно, выкрутиться, ну и сказать, как на самом деле в этой ситуации нужно поспать с ребенком. У нас есть уже телефонный звонок нашего телезрителя или телезрительницы, давайте это узнаем. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Светлана. Светлана, очень приятно. С чем вы к нам? Вы хотите поучаствовать в конкурсе или передать привет? Да, в конкурсе хотела поучаствовать. Конкурс поучаствовать. Ну, хорошо, вы готовы? Да, абсолютно. Так, хорошо, а Светлана, единственный вопрос, вот у вас, я слышу ваше чадо, сколько лет? Моим чадом год и два месяца, их двое. А, одному год? Нет, им обеим год и два месяца. А, один год, отлично, хорошо. Они близнецы. А, близнецы они? Да, близнецы. Ну, слушайте, ну классно. Ну, в таком случае, это мальчики или девочки? Девочки. Это девочки. Хорошо. В таком случае, ситуация следующая. Представьте, что ваши девочки, ну, подросли немножко и дерутся за одну игрушку. У нас это уже актуально. Это уже, наверное, есть ваша ситуация. Что в этой ситуации делать? Одна игрушка, а их двое. Ну, сейчас мы перестали такого допускать. Мы покупаем по две игрушки. Ну, вот все-таки сложилось так, что одну игрушку куда-то утеряли, а осталась только одна. Другую отвлекаем. То есть, как-то кардинально игрушку не забираем. Ты вот играй с этой игрушкой, а ты пока с этой. Потом меняются. Ага, ну, и они с этим согласны? А представьте, что они все равно, нет, я хочу с этой игрушкой. Что потом делать? Ну, тогда сажают играть вместе, уже сами разбирайтесь, сами делитесь. Ребят, давайте сами, то есть вы оставляете так, оставляете на их усмотрение. Ну, если уж совсем они дерутся, уже виск-писк, то оставляют сами, разбирайтесь, смотрите. И наблюдаю, чтобы не подрались, и главное, не покусали друг друга. Ага, ну что ж. Ну, Светлана, вам большое спасибо за звонок. И сейчас мы перейдем уже к сюжету по теме сегодняшнего дня. Методика обучения детей дошкольного возраста. Я думаю, эта тема будет вам близка. Ну, и, думаю, этот сертификат тоже будет относиться к этой теме. Друзья, ну что ж, смотрим сюжет, и буквально через пару мгновений продолжим беседу с нашей очаровательной гостью. Дорогие друзья, уважаемые телезрители, мы идем дальше. И сейчас у меня в гостях, я напомню, что сидит педагог, человек с высшим образованием, который не понаслышке знает, как общаться с ребенком, что ему можно говорить, а что нет. Вот как раз вопрос этот я сейчас и задам. Юля, вот, а ребенку с педагогической стороны, да, какие фразы стоит говорить ребенку, какие нет, и вообще, как с ним общаться? Хороший вопрос, потому что по опыту я наблюдаю, что очень много родителей допускают такие ошибки. Именно в разговоре с ребенком. Вот, например, как бы вы сказали, ребенок, например, нарисовал красивый рисунок. Вот как вы его похвалите? Ну, я бы сказал, слушай, у тебя классно получается, научи меня. Вот замечательно. Вот именно так и нужно говорить. То есть мы не должны зацикливаться на том, что, мы не должны говорить, что ребенок, ты сделал хорошо, да, мы можем это сказать, но мы не можем сказать, что ты сделал плохо или ты плохой ребенок. То есть мы не можем оценивать самого ребенка. То есть, допустим, он нарисовал хороший, давайте вот разберем ситуацию. Он нарисовал картинку, и тут я говорю, слушай, ну не Ван Гог, конечно, ну ничего, пойдет. Вот это нельзя говорить. Лучше, конечно, не говорить, да. Вот вы оценили рисунок ребенка, вы сказали, научи меня так же. То есть ребенок просто увидел ценность своего рисунка, да. Очень хорошо, вот очень хороший подход вы выбрали. Если, например, ребенок нашкодил, да, вот многие мамы, да, они говорят, что... Нарисовал на обоях. Или нарисовал на обоях, это вообще отдельная тема, да, люди, детки любят рисовать на обоях. Вообще, мама начинает говорить, что ты плохой, зачем ты взял эти карандаши, например, да. Эти дорогие обои я там покупала, да. Да, я покупала, там мы копили на эти обои, а ты их разрисовал. Ну, во-первых, у ребенка детство. Во-первых, это творчество ребенка, и он на самом деле, он еще не понимает, да, где ему можно рисовать, а где ему нельзя, он не знает пока эти границы. Вот, но маме нежелательно говорить так, да. То есть, ну, касаясь тех же самых обоев, да, ну, просто возьмите, да, и заклейте ватманом все эти места, все эти доступные места, где ребенок может нарисовать. Это классно получаться, но давай рисовать на бумаге. Да, или у тебя очень хорошо получается, да, и давай вот мы нарисуем здесь, давай мы возьмем краски, давай мы окунем пальчики наши и нарисуем это пальчиками, да. То есть, вот такие моменты, мы не можем оценивать ребенка, то есть, мы не можем говорить, ты плохой. Мы можем оценивать сам поступок. Или, например... Например, то есть, вот он, например, ну, не знаю, разбил вазу. Да. Так. А мама может сказать так, мне неприятно, что ты разбил вазу, потому что эта ваза была очень цена для меня. А не так, что у тебя руки растут, да, и ты зачем-то взял вообще эту вазу, и зачем ты ее коснулся, да, вот. То есть, мы не можем ругаться, да, на него. Ну, понятно. Что касается, например, сравнения, тоже очень часто мы слышим то, что мама говорит, а вот, например, Маша, она лучше у тебя учится. Угу. Вот. Мы не можем тоже так же сравнивать ребенка именно с другим ребенком. Потому что это откладывается на его психологической памяти, да, и он потом понимает, что, да, вот, а Маша училась лучше меня, а Маша лучше, а я хуже. То есть, самооценка ребенка, она падает. Вот. Очень важно... То есть, здесь нужно сравнивать его с самим собой. То есть, слушай, а в прошлом году ты лучше учился. Да, нужно... Все верно, вы очень правильно подмечаете, потому что нужно сравнивать ребенка с его прежними достижениями, с его успехами, либо промахами, да, и мы можем говорить, что, как вы уже сказали, да, что тот рисунок, знаешь, у тебя был хвостенький, да, например, да, а сейчас гораздо лучше. Посмотри, да, или ты раскрашивал, да, смотри, ты здесь выходил за границы, да, рисунка, а здесь нет, здесь ты уже раскрашиваешь. Ясно. Ну, в общем, это большой кит, которым нужно обуздать, да, собственно говоря, общение с ребенком, это не так уж и легко. А вот, смотрите, что касается сюсюканья с ребенком, да, ну, вот дети, вот дети, вот дети, вот все же любят, ай, ты такой секунд, и имеет ли, вообще должно ли иметь место сюсюканье в общении с ребенком, если да, то до какого возраста, если нет, то почему? Ну, вы знаете, из опыта также, вот мы, когда каждый ребенок к нам приходит, да, мы в нашем центре, да, мы садимся на его уровень, то есть мы присаживаемся, да, подаем ему ручку и говорим, здравствуй, мы хорошие, да, вот, но мы стараемся не сюсюкаться. Ну, вот, однажды пришла наша одна бабушка, да, и когда она увидела такое отношение к своей девочке, она говорит, вы знаете, разговаривайте с ней как со взрослой, то есть не нужно опускаться на ее уровень, да, не нужно присаживаться, подавать ей ручку, да, не нужно спрашивать, как у нее дела, да, вот она рассчитала это, что это сюсюканье было с ней. Но на самом деле мы за то, чтобы принимать ребенка вообще как личность, да, с самого начала, то есть считаться с ребенком, да, и разговаривать с ним как со взрослым человеком, вот, поэтому мы за то, чтобы сюсюканье не было вообще. Да, конечно, когда ребенок малыш, да, и там хочется к нему прям наклониться и сказать, ой, ты мой хороший, да, и весь вот этот вот лепет, который ребенок произносит, тоже хочется повторять его, вот, но думаю, как вы сказали уже, когда заканчивается, вот этот момент, когда можно сюсюкаться, по нашему мнению, по-моему, мне кажется, это год или полтора, вот так вот. То есть когда он уже начинает понимать речь? Да, когда он уже начинает понимать речь. Ясника, ну, хорошо, сейчас мы примемся на короткую паузу, дорогие друзья, уважаемые телезрители, после которого и продолжим болтать, беседовать с нашей гостьей, поговорим о ее центре, какие преимущества имеет их центр, и, в общем, вы также можете позвонить к нам и задать вопрос нашей гости, задать личный вопрос касательно центра, касательно ее образования, ну, а также, друзья, поучаствовать в конкурсе. У нас в подарок сегодня вот эта вот пачка подгузников, 38 штук, есть еще и другие размеры, там, 48, мы там уже обсудим, возможно, даже как-то размер подберем, не проблема, я так думаю, мне, предыдущие наши гости сказали, что дней на 10 этого хватает обычно, да, а также у нас сегодня в подарок вот такой вот подарочный сертификат на месяц бесплатного обучения, курса интенсивной подготовки к школе для детей 6-5, ну, где-то так, в таком возрасте, так что, друзья, звоните, участвуйте, что для участия нужно? А готовить ничего не нужно, обычно я телезрителям говорю, там, приготовьте стихотворение, там, нужно вот такое слово, или, там, вспомнить ситуацию, нет, друзья, в этой ситуации ничего делать не нужно, звони, просто позвоните и побеседуйте с нами, я вам задам легкую ситуацию, а с ребенком вы должны, в общем, рассказать, как вы выйдете с этой ситуацией и что вы сделаете с ребенком, да, в общем, звоните, участвуйте, ну, а пока короткая музыкальная пауза, после которой и продолжим. Итак, ну что ж, мы идем дальше. Юль, ну, а теперь давайте познакомимся с вашим центром, да, Керемед. Вы в столь молодом возрасте уже директор центра, что это отрадно, да? Да, согласна, Саня. Наверное, у вас была хорошая, как сказать, как слово вверх, цена из-за рекомендации? Рекомендации, может быть, да. Рекомендации, хорошая рекомендация, наверное, человек, да, и уже сразу после университета стали директором. Итак, ну, где находится ваш центр? Мы находимся в Южной магистраль, проспект Мира, на пересечении. Все, понятно, хорошо. А как долго уже существует ваш центр? На самом деле мы очень молодые, мы открылись в сентябре, то есть вот нам только полгода. Полгода, да, хорошо. А вот сколько уже у вас есть учеников за полгода? Около 60 учеников у нас уже есть. Сейчас уже учишься, ну, слушайте, это немало, я хочу сказать, да. Поэтому, вот, и вот, я думаю, после нашей передачи на одного ученика достанет больше. Конечно, да. Мы встретимся с сертификатом, друзья. Вы будем очень рады. Да, вот он, да, вот я покажу. Интенсивно подготовка к школе, подарочный сертификат на 12 занятий курса. Это примерно целый месяц занятий. Хорошо, а вот, а какие, кто у вас преподает? Нет, вы, ну, коль вы директор, наверное, вы преподаванием не занимаетесь. Все верно, да, я не занимаюсь. Вы административной частью, да, наверное, кадровой политикой занимаетесь. А вот кто, кто среди ваших преподавателей? А, ну, вообще я бы хотела сказать об уникальности наших педагогов. Так, в чем их? В чем она заключается? В том, что, скорее, 90% наших педагогов, они разговаривают на английском языке. Как я уже говорила, наше месторасположение, мы находимся близко к американскому посольству, вот, и у нас много клиентов, которые приходят нам оттуда. И поэтому они разговаривают на английском, да? Да, и, конечно же, мы ориентируясь на то, что мы расположены там близко к посольствам, там, казахское и китайское посольство, да, вот, мы настроены на то, чтобы наши педагоги могли понимать то, что может говорить потенциальный ребенок, да, потенциальный клиент. Вот, и много детей, которые заходят, и родители, которые заходят на английском, начинают разговаривать, да, и мы должны ответить им. Хорошо, а вот то, что понятно, то, что разговаривает преподаватель на английском, ну, это как-то сказывается потом на образовании ребенка? То есть, с ним начинают вести уроки на английском? Да, вы знаете, у нас есть мини-сад, куда детки приходят на 4 часа, вот, и там у нас смешанная группа, где есть и англоязычные студенты, да, и русскоязычные, и крыгезоязычные, вот, и на самом деле у нас проходит как на английском, так и на русском языке занятия. Понятно. Да, смешанная. Ясно. Ну, в общем, думаю, тому человеку, который получит сертификат, будет очень интересно. Ну, что ж, я сейчас еще раз напомню, уважаемые друзья, сегодня у нас в подарок вот такой вот сертификат на 12 занятий, курса интенсивная подготовка к школе для детей, 6 лет здесь написано. А сегодня мы это разыграем среди наших телезрителей. Немного времени у нас осталось, буквально минут 5-8 для того, чтобы принять последние наши звонки. Звоните к нам по номеру 903121. В подарок у нас сегодня пачка подгузников бомбина и вот такой вот подарочный сертификат. Ну, а что ж, Юль, сейчас у вас есть прекрасная возможность передать привет всей своей семье, всей своим друзьям, коллегам. А, да, вот в ту вот камеру. Ну, и также пожелать всем нашим телезрителям хорошего дня, чтобы их улыбка так же сияла, как и ваша. Хорошо. Да, спасибо большое. Я бы хотела передать привет всем тем, кто смотрит меня, кто сейчас переживает за то, что я здесь нахожусь. Вы знаете, утром со мной случилась такая чудесная, скорее, история. Я не могла дождаться такси, и когда я вышла на остановку и просто остановила машину, ехал пассажир, который ехал как раз-таки сюда, прямо в НБТ. С шампанкомбинатом мы доехали прямо на НБТ, на такси, с женщиной, которая работает прямо здесь. То есть это же, это была судьба, да, и это что-то чудесное случилось. Да, это было удивительное совпадение. Вот, и я желаю, чтобы у многих тех, кто сейчас смотрит нас, чтобы у каждого было много таких удивительных совпадений. Ну что ж, Юля, вам большое спасибо. Я вам желаю успеха в вашей работе. Спасибо большое. Ну, и все-таки в дальнейшем быть опытной мамой тоже. В будущем, да, спасибо. Хорошее пожелание. Ну что ж, Юля, вам отличного настроения и хорошего продолжения. Спасибо. Ну что ж, друзья, ну а мы идем дальше. Еще немного времени. Утренний эфир у меня остается. Буквально минут так через 5-6 мы, наверное, подведем итоги нашего конкурса. Но у вас есть еще немного времени позвонить, поучаствовать в конкурсе. У вас есть все шансы и все возможности это сделать. Прямо сейчас бежим к телефону и звоним. Набираем те самые 6 неизменных цифр нашего студийного телефона 90-31-21. Звоните, участвуйте. Ну а пока короткая пауза. Ну, точнее не пауза, а даже сюжет на тему сегодняшнего дня, который подготовили мои коллеги. А рубрика «Наши люди. Няни», друзья. Смотрим. Редактор субтитров А.Семкин